здравствуйте друзья доброе утро понедельник 1 мая еду на работу у нас сегодня буквально через пару часов будет прямая трансляция на канале в 9 вечера по москве у нас будет прямой эфир со светланы кафе миграционным адвокатом завтра если вы знаете будет опубликован результат розыгрыша green card лотереи поэтому вот на эту тему мы поговорим на другие тоже соответственно вы сможете задать вопросы в прямом эфире это произойдет буквально через два часа это видео уже наверное вы посмотрите или там задним числом не знаю в общем это так анонс такой значит анекдот вспомнил в связи с некоторыми обстоятельствами такой старый советский анекдот как строительном тресте собрания ну и там народ что такое выступает какие-то вопросы обсуждаются и тут из зала человек руку тянет ну пожалуйста там василь макарыч тот говорит это что ж такое ведь получается это он как твою мать так хрен собачий а как хрен собачий так твою мать и из зала крики такие в поддержку кричат правильно макарыч не будем больше работать лопатами без черенков и вот я примерно вот в этой вот так сказать ситуации оказался за последние несколько дней то ли знаете наши зрители работают непосредственно в ю тубе хотя безусловно там есть наши ребята вот то ли что я не знаю но вот на день рождения мне такой подарок значит подбросил youtube в каких-то мы стали выходить я не знаю где рекомендуемых людям сюжет вот честно не знаю откуда взялось но пошел трафик серьезный вот у меня есть видео она и раньше было номер один видео у меня на канале по просмотрам о том какие вопросы задавать на интервью неделю назад там было 400 тысяч просмотров вчера вечером было 500 тысяч то есть вот 100 тысяч буквально за несколько дней из этих нескольких дней вчера и позавчера вот самый накат причем все это по нарастающей идет соответственно новый народ я столько матов комментариях друзья за год не припомню вот сколько у нас за последние два-три дня вот этот вот не будем не будем больше работать лопатами без черенков вот этот крик он пришел к нам на канал неожиданно пришли люди разных профессий и ну из из разных видимо стран я не знаю так у меня чувствуется судя по вот лексике используем и что это в основном из российской федерации на ругаются но не то что просто беседует так вот такой такая речь да ну и я хочу поприветствовать тех кто у нас новенькие за ну даже неделю а вот скажем за дня три-четыре у нас прибавилось тысячи три подписчиков и я как бы искренне рад искренне приветствую хочу сказать что нас матом не ругаются так у нас вежливо все культурно и я понимаю что они может быть не в курсе куда попали потому что у нас канал не исключительно по вопросам там поиска работы надо сказать что с этого видео про такие вопросы задавать на интервью народ расходится на другие видео о том как искать работу видимо они там выходят в рекомендованных справа в общем у нас эта тема как бы постоянно крутится на канале я с удовольствием бы больше говорил но просто раньше вопросы задавались знаете как мне трудно придумать что сказать если не спрашивают я обычно рассказываю либо то что со студентами у меня какие-то разговоры возникают я так по свежим следам либо просто что такое наболевшее бывает вот и у нас тем тем много поскольку я живу в сша уже почти 27 лет 27 будет осенью и это фактически блок такой то есть я рассказываю о том что вокруг нас вот вы видите как я еду на работу хоть я не показываю вам проездом по манхэттену день или по сан-франциско но просто мы едем беседы значит я работаю в школе начальником в такой технической школе типа типа ремеслухи такой айтишный учим тестеров тестировщиков программного обеспечения поэтому это тоже как-то влияет на наш канал по тематике по людям которые у нас тут мелькают нас смотрит много народу который интересуется но если не обязательно иммиграции то скажем просто жизнью в сша технологиями кремниевой долиной может быть работой за границей вот как-то так очень широкий круг тем а потом просто ну я я живу как бы тут на канале то ну и в америке и на канале и поэтому как бы просто жизни просто жизни и плюс у меня возраст такой знаете за 60 уже с молодежью работаю как бы сказать наставничество такое присутствует там где есть там где есть спрос как бы я не навязывают вот сегодня надо сказать мы отправимся к пяти часам вечера мы отправимся на теслу тут у нас недалеко экскурсию жена моя заказала это не просто как экскурсия друзья это такой эксклюзив то есть это надо чтобы попасть надо чтобы кто-то из знакомых работал на тесле вот он тогда имеет возможность вас туда воткнуть в общем такая интересная экскурсия к сожалению там снимать нельзя но я возьму с собой быть мама так я возьму с собой не хочется по-английски говорить вот этот voice recorder как бы записывающие устройство звук и чтобы не забыть что там рассказывают может быть мы поснимаем снаружи может быть где-то там можно будет посниматься по ходу экскурсия я попрошу экскурсоводом вот так что мы пойдем с женой и с внучкой нашей сашей десятилетней пойдем смотреть теслу и вам расскажем естественно ну что же в себе это держать я вам скажу больше если бы вот только для себя я бы наверное не пошел но поскольку я знаю что у нас на канале много народа интересующегося теслой то мы соответственно с удовольствием сходим посмотрим поговорим вот такая история значит теперь вот эти видео которые привлекли внимание взрывно вот последние пару дней о поиске работы дело в том что ровно пять лет назад но это был конец 2011 начало 2012 я наговаривал начитывал курс по тестированию программного обеспечения по-русски ну ну просто чтобы люди знали что мы есть что что есть такая профессия и так далее вот и в ссылках под каждым видео есть много ссылок под каждым видео вот там одна из этих ссылок на идет на вот этот курс я страничку завел на сайте partnov.com и там есть partnov.com.ru и там было 20 часов занятий 10 10 занятий по два часа и в частности надо было поговорить о поиске работы и естественно мой опыт в поиске работы прохождение интервью резюме и так далее местные вот вот тут вот тут вот соответственно я как бы сразу предупредил это было условием нашего курса что я буду говорить по-русски но терминологии у нас все будет по-английски потому что я не честно сказать даже не знаю как по-русски то это с другой стороны вот тут есть такие борцы за чистоту русского языка я каждый раз веселюсь когда слышу вот это у меня есть видео про зону комфорта я там периодически руку но как по-английски я по-русски никогда не говорил зона комфорта но как столкнулся с этим тут поэтому comfort zone comfort zone где-то скажешь зона комфорта ну всяко бывает вот и там ведь вот что же это такое там зачем нам это вот comfort zone а ты думаешь зона комфорта это по-русски что слова зона русская слова комфорт русская это перевод причем такой калька ну ну что это хоть и то есть можно конечно бить тяги там в грудь мне в этом видео тоже там несколько человек нашлось которым ягод что это такое там job description а windows ничего android iphone ничего а резюме ну вот резюме ну скажи по-русски что-нибудь но вот то есть это слово резюме по-русски понимаете поэтому эта борьба за чистоту она такая не знаю стран странненькая такая и сам главное что я действительно многие вещи не знаю как сказать по-русски то есть вот я выучил что например открытая позиция там да это вакансия оказывается ну хорошо вакансия тоже слово тогда чисто русское слово вакансия правда вот у нас вакансии называют когда например у тебя в гостинице место есть а вот едешь мимо написано вейкнси ну да не суть так вот некий такой суржик русско-английско-американский был условием участия в этом курсе у меня слайды многие были на английском когда мы писали тест кейсы все это я их писал по-английски тест кейсы баг репорт и я все писал по-английски я и не могу по-русски написать вот скажет миша напиши там тест кейс по-русски я не знаю как очень многие вещи не смог бы вот не говоря уже о том что очень многие люди которые работают в тестировании допустим там в украине российской федерации белоруссии где там еще бывает они пишут эти баг репорт и по-английски они пишут эти ведут документацию по английски то есть это как бы было очень уместно вот в контексте того что мы делаем дальше что получилось я порезал вот эту лекцию о поиске работы я ее порезал на 5 6 7 фрагментов значит вот какие вопросы задавать на интервью или там что там еще был я честно не помню пять лет прошло слушать и ну порезал и вывесил и забыл не не то чтобы это все ушло куда-то или там кануло анналы ушло нашего канала нет это достаточно популярные видео если вы пойдете скажем на ю тубе по русски напишите собеседование просто собеседовать то может быть там среди первых пяти видео там два будут моих первых десяти может быть три или четыре иногда там мои видео на там на собеседование например там будет первым или вторым такого плана или там если вы чаете уточнять собеседование на работу значит еще больше там этого всего произойдет ну то есть вид видны были эти видео тем кто в поиске и там совершенно замечательное соотношение лайков и дислайков там и так далее когда люди что-то ищут и находят вот они как их вот она сейчас немножко другая ситуация там я так чувствую народ не искал это не из поиска идет а вот допустим заходишь на канал ведь этом что-то такое разбросано и ты видишь что ты думаешь ну-ка раз кликнул приходит и это что ж ты начинает чек возмущаться или радоваться или рассказывать истории про вот не копание лопатой без черенков да в общем комментарии появились найти так оживление безусловно у нас оживление я как бы с одной стороны рад с другой стороны мой опыт подсказывает что как бы не произошло там такого массового разочарование когда окажется что тут не только про поиск работы но еще там я не знаю вот иммиграционный адвокат какой-то думает ах ты что может быть сманивают там наших нет нет не не сманивают просто есть у наших зрителей очень много вопросов поэтому у нас иммиграционный адвокат это такой желанный гость много просмотров там и так далее то есть мы стараемся привести таких гостей которые востребованы вот но в общем как случилось так случилось все-таки на сотню тысяч там не на может быть даже больше людей которые нас посмотрели неожиданно для себя у нас там я честно не скажу 4000 ну сколько-то вот их там подписались даже то есть им понравилось я смотрю соотношение лайков и дизлайков среди тех кто вот пришел за последние там три дня ну тоже 10 к одному на 10 лайков один дизлайк это очень неплохо я считаю вот для совершенно не нашей в общем-то аудитории но просто какие-то люди где-то вот там вот как бы единственный признак которых свел как бы вместе на нашем канале это то что они имеют аккаунт на ю тубе и но может быть они когда-то интересовались вопросами поиска работы потому что им все-таки выбросили на экран вот ссылку на нас может быть может быть какой-то у них был опыт интерес к этой тематике нужно я не знаю как youtube это делает честно я подозреваю что они периодически меняют свои настройки и вот так оно и получилось блогер наталья какое-то время назад по моему это где-то в августе был я я не помню мы можем у нее спросить рассказывал что вот у нее вот такое было она совершенно ошалела но в смысле от удивления от восторга и показывала мне значит мы экран пошире я я извиняюсь за эти слова иностранные но как то вот так получается что они уже вошли в речь вот начинал свой экран экран значит со мной я извиняюсь поширил и мы так вместе смотрели там некие тысячи ходили и так далее это у меня сейчас такая такая картина вот это с одной стороны приятно с другой стороны ответственность какая-то думаешь что же вот люди то как бы их не разочаровать тоже не не хочется никого разочаровывать в общем интересно интересно вот так можно сказать это подводная мина нашего разговора о поиске работы в свободном плавании гуляла по просторам ютуба пока значит вот на нее не нарвалась какое-то крупное судно я честно говоря даже не ожидал что тема там поиска работы или прохождения интервью имеет такой взрывной можно сказать интерес то есть я привык к тому что там да это самое популярное видео там может быть 10-12 тысяч просмотров в месяц там может быть в эти в месяц но но не не 35 в день понимаете ли 40 так тысяч поэтому конечно вот оказывается да есть много народ который интересует короче ребята кто дослушал я надеюсь что есть что есть люди которые дослушают я же все-таки на работу еду я не просто так бла-бла-бла вот есть отведенный период времени отрезок вот ребята кто-то когда слушал до этого места я всем очень признателен и новая наша аудитория я с удовольствием с большим буду отвечать на вопросы если у вас возникнут или комментировать какие-то ситуации там но абсолютно как бы я к вашим услугам и я я с большим удовольствием делаю что-то что наши зрители хотят видеть поэтому как бы гораздо гораздо приятнее что-то сделать что востребовано чем просто просто что-нибудь и самому там тихо порадоваться сам сделал сам посмотрел сам поаплодировал сам себе лайк поставил и значит там не знаю чем махорки купил дым всех ушей воды и пошел себе это не это не наш путь так что ладно еще немножко и мы пойдем в трансляцию я надеюсь что вот это видео я вывешу до трансляции желтенький желтенький да я вывешу до трансляции но сейчас я по времени пытаюсь сообразить значит у вас сейчас вот я говорю сейчас у вас 730 вечера ну да это такой реальный такой prime time извиняюсь за изнасилование русского языка но как-то вроде уже мне кажется интегрировалась да также как респект и уважуха меняется язык он в наиболее чистом виде язык сохранился в иммиграции потому что люди просто не не имеют таких возможностей по искажению великого и могучего то есть давно одна это не суть важно значит друзья счастлива и до новых встреч и я очень приветствую наших новых зрителей приходить смотрите обустраивайтесь матом у нас не ругаются за это дело отправляются люди в бан потому что как-то наша аудитория не любит собругались матом так что это как бы такой порядок счастлива